Сегодня я расскажу про мой колодец и про насос, который в этом колодце. То есть плюс и минус этого дешевого насоса, а он встречается повсеместно под разными названиями, и несколько примочек моего колодца. Значит, одна интересная идея, это москитная сетка. Я закрываю москитную сетку, никакая грязь туда не попадает, а воздух попадает, колодец дышит. Значит, минус насоса, основной и главный, с ним всегда идет такая веревочка, в комплекте на которую подвешивать. Уже через год она начинает рваться вот так. Но в некоторых местах она еще крепкая, в некоторых она уже как трухая, начинает разрываться. Насос висит боком, а это плохо, что у меня происходило, поэтому нужно доставать и что-то уже делать. И почему-то он ржавеет. Кстати, слышите вот этот вот звук шипения? Здесь отвинтилась от вибрации гайка, которая держит обратный клапан. Придется еще менять гайку. Почему они не сделали нормальную гайку, тоже не понимаю. Это вот он, китайский, обыкновенный. Но все вот эти водолеи, ручеек, это все одно и то же с одного и того же китайского завода под разными названиями. Их еще тысячи может быть. Итак, вместо веревочки я беру тросик. Трехмиллиметровый тросик в силиконовой оплетке металлический. Там зажимчики еще два были. Готовлю шланг этот. Шланг, кстати, тоже не очень. Я когда-то покупал, я еще не знал, что шланги бывают хорошие или плохие. Потом в конце покажу, какой шланг надо выбирать. Ну и тросик готовлю. Насос должен висеть вертикально. Поэтому трос нужно закрепить так, сверху, чтобы он свободно висел внизу. Тогда он лучше работает. Ну там же обратный клапан и вообще. Когда он висит горизонтально, начинает висеть, тогда возникают проблемы. Он там плавает по этому колодцу, бьется. Вот нашел гайку с пресс-шайбой, закрутил. Думаю, уже будет держаться. И смотрите, что теперь делают. Для того, чтобы он там... А, нет, сейчас другое делаю. Это... Нет, у меня ни плоскогубцев что-то не нашел, ни ключика на 8 здесь гаечки. Ничего не нашел. Ну ничего, есть разводной ключ. Выход из положения найден. Зажал хорошенько эти гайки. Не отвалится. И вот, значит, такой вот момент важный. Смотрите, что делаю. Он... Скрепляю между собой этот металлический тросик и сам шланг, который подает воду. Для чего это делаю? Шланг иногда провисает, и насос начинает висеть горизонтально. Там носится по этому колодцу, бьется о стенки. Чтобы этого не происходило, я соединяю. Примерно через каждый метр простой изолентой скручиваю. И все. Теперь он как одно единое целое, этот шланг, вместе с металлическим тросом. Все. Теперь опускаем. Шланг уже не будет переворачивать этот насос. Он всегда будет висеть в вертикальном положении. Сам тросик я закрепляю очень просто. Здесь у меня есть такая доска. К этой доске металлической планкой прижимаю трос. Он крепко держится. Его никак не сорвать. Если надо, потом будет ниже опустить. Воды-то сейчас много. После этого сезона очень много воды. Высоко поднято. Ну, прижимает он хорошо. Саморез прикрутил. Зажал. Все. Оно держится. Потом отпустил. Там сколько надо опустил вниз вместе со шлангом. Все. Оно опускается. Здесь вот у меня в доске вырезан такой полукруглый желобок. Чтобы шланг держал свою форму лучше. Ну, и все три этих шланг, электрический провод, они все на этой доске. А вот здесь впереди у меня стоит планка, чтобы колодец был полностью герметичный. Только есть два отверстия для самого шланга и для электрического провода. Таким образом, туда никто не попадет. Но, правда, он мелкие могут всякие набежать. Можно и это даже что-нибудь туда, какой-нибудь поролон. А вот это шланг, про который я говорил. Питон я его называю. Он желтенький. Он из мягкой резины. Они черные бывают, не обязательно желтые. Смотрите, он двойной. Внутри черная мягкая резина, а сверху еще в оплетке армированная. Вот он мягкий. Он зимой даже в мороз остается такой мягкий. Ну, собственно, все, что я хотел рассказать. До следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok